Итак, здравствуйте! И мы начинаем с вами нашу вторую уже встречу. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена вопросу питания. Но сначала я хочу внести маленькую поправочку по поводу цифр прошлой лекции. Я прошу прощения, я процитировала детского психолога из садика, где я занимаюсь. И я к ней, вот все-таки действительно цифры такие напрягающие. Я к ней подошла еще раз и попросила, а вы источники можете поднять, откуда вы взяли эту цифру? Ну вот, она обратилась к своим лекциям и потом сказала, извините, я перепутала. То есть вот по поводу аутизма, то, что я вам говорила, не 10%, а 1% детей страдает. И в основном эти дети, конечно, находятся дома, а не в садике. В садике они редко встречаются, потому что у этих детей нарушено, так сказать, в первую очередь общение. Понятно, да? Но зато она мне сказала еще вот такие вот грустные цифры по поводу здоровья наших детей. Сегодня, значит, гиперактивность отличается у 80% детей. Слышали данное такое выражение? Ну, то есть они очень возбудимы, малоуправляемы. Вот. И агрессивность в разной форме, физическое, эмоциональное или вербальное, встречается у 50% детей. Это вообще, конечно, очень такие большие проблемы, да, у детишек в плане психологического здоровья. Вот. Это маленькая, так сказать, поправка прошлой лекции. Ну, а сегодня, как я уже сказала, мы будем говорить о питании, но прежде чем мы подойдем к питанию, хотелось бы подойти издалека. Ну, напомню, как мы с вами говорили в прошлый раз, да, что человек это по большому счету что? Матрешка, да? То есть это энное количество структур, которые проникают друг в друга, да, и взаимодействуют друг с другом. Поэтому вообще говорить о человеке очень сложно, но для того, чтобы было, так сказать, проще нам с вами все-таки понимать, да, и рассказывать тоже, мы будем, как бы сказать, кусочки отдельные брать и их уже конкретно обсуждать. Значит, и опять же, прежде чем подойти к вопросу питания, хотелось бы обсудить такой вопрос, как зашлакованность организма. Это слово, оно пришло к нам из народной медицины. Официальная медицина это слово не использует до сегодня. И мне, как врачу, так сказать, с академическим образованием, было очень трудно долго тоже понять, что же это значит, зашлакованность организма. Но поскольку, как я вам говорила, что мне пришлось, ну так жизнь сложилась, да, что пришлось вытаскивать себя из тяжелого состояния болезни, даже болезненности, я изучала очень много различных книжек, и на чем мое внимание остановилось. Что, читая разных авторов, я встречала одну и ту же идентичную ситуацию. Вот, например, там человек какой-то очень тяжело больной, его врачи лечили, лечили, уже отказались, безнадежный, неизлечимый. И начинают люди обращаться к каким-то таким вот, да, специалистам народной медицины. И вот приходит такой специалист, начинает этого человека, что, как лечить клизмами, промывать клизмами, моют, 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 моют. И вдруг оказывается, да, что удивительный эффект. Человек начинает выздоравливать. И независимо от того, какое это заболевание, там, сердце, печень, почки, все равно эффект они получают. И вот это, мне, так сказать, первое, что меня очень удивило. И мой, так сказать, мозг, получивший высшее медицинское образование, он очень долго сопротивлялся, он не принимал никак эту информацию. Да, как это может быть? Нас врачи как учат, да, если болит голова, значит, даешь таблетку от головы. Да, если там болит живот, то ешь таблетку от живота. А тут вдруг такой универсальный метод. И к тому же еще работающий. Тогда у меня возник следующий вопрос. А что такое за клизма? Что это такое? Откуда она взялась и кто ее придумал? Кто-нибудь из вас встречал такую информацию? Ну, кто слушал, тот встречал, да? А кто не слушал? И вот, здравствуйте, пожалуйста, проходите, садитесь. Ну, вот когда задаешь вопрос и все время думаешь о чем-то, то рано или поздно информация приходит. И в конце концов встретилась мне очень любопытная книжечка, где была описана такая история. Некий народ жил в давние, древние времена. Жил на берегу, то ли там моря, то ли океана, я уже не помню точно. И вот люди наблюдали такую интересную картину. Когда был сезон перелетных птиц, значит, стали, прилетали на берег, очень усталые, да, через этот океан они летели. И что птицы начинали делать? Они брали в клюв воду и вводили себе в задний проход. Промывали себя морской водой птицы. И когда люди, так сказать, увидели это, да, да, и дальше, что с ними происходило с этими птицами? Промыв себя вот таким образом и отдохнув некоторое время, они уже полные сил, да, снова продолжали свой перелет дальше. И когда люди это видели, видимо, значит, да, вот кому-то пришло в голову попробовать, а почему бы человеку себя так не попробовать промыть? И вот они взяли своих очень тяжело больных там старцев, которые были у них, которые уже не могли сами перемещаться, Принесли их на берег моря и с помощью тыквы, у которой, значит, этот хвостик, он полый, да, стебель, вот такую импровизированную клизму там себе сделали и стали этих людей промывать. И в конце концов, по мере того, как организм очищался, эти люди пожилые, они стали все крепче, да, чувствуют себя все лучше. И после такой замечательной процедуры они в обратную сторону пошли уже своими ножками. То есть вот таким образом описывается начало жизни, да, вот этой процедуры. Конечно, самое замечательное, мне больше всего понравилось то, что это, в общем-то, был урок природы, естественный метод, да, который люди почерпнули у природы. Ну и, в общем-то, после этого, конечно, мое отношение к этому методу изменилось, я стала, конечно, с большим уважением относиться. Вот, и как раз после этого постепенно у меня начало формироваться тоже в голове такое представление, которое, на котором, вернее, держится наша народная медицина. Главный принцип заключается в том, что путь к болезни – это зашлаковывание организма, а путь к здоровью – это очищение организма. И это, в общем-то, все очень получается просто, когда понимаешь, когда это делаешь. Позже немножечко. Мне встретилась, опять же, подобные притяги, подобные, да, в нашем мире главный закон Вселенной, один из главных законов Вселенной. Мне встретилась такая теория гомотоксикоза, которую придумали немецкие гомеопаты. И при этом, значит, они составили такую очень интересную таблицу, в которой по полочкам разложили все болезни человека, известные на сегодняшний день. Суть их, в общем-то, теории заключается в том, что по степени зашлакованности в организме человека он определенные этапы проходит. Первый этап – когда идут физиологические всякие выбросы, скажем, да, там, пот, там, слюна, там, моча и так далее, и так далее. Второй этап – это когда уже токсинов становится больше в организме, и появляются в организме какие-то воспалительные реакции. То ли это ОРЗ, то ли это панорицы, то ли это, там, какой-то гастрит, все равно все воспалительные реакции. Третий этап – если человек продолжает, так сказать, усиленно свой организм зашлаковывать и, так сказать, нарастает вот накопление, да, этих шлаков, то третий этап – это уже действительно накопление, отложение. То есть организм не может очищаться, и тогда он устраивает некие склады, да, помойки в разных углах своего тела человек устраивает. И проявляется это в разных формах, ну, вот, в частности, например, там, как вот кисты различные, да, киста яичников женщины, там, киста почки любого человека, может быть, и так далее. Вот. Но это все этапы, которые еще только идет поражение на уровне межклеточного пространства, скапливаются токсические вещества. А дальше следующие три этапа, они уже отражают поражение непосредственно клеточной структуры, да, когда токсины внедряются, внутрь клеточек поражают, их поражают клеточное ведро, генетический аппарат. Ну, и шестая стадия, самая, так сказать, тяжелая – это уже все злокачественные опухоли, раковые заболевания и так далее. Вот. И когда я, значит, вот с этой таблицей познакомилась, и когда я, в общем-то, поняла, насколько действительно очень интересный, да, этот подход, то мне удалось сделать, я бы сказала, такое некое даже интересное открытие, которое не укладывается в рамки нашей современной, сегодняшней медицины. И, в частности, это касается и беременных женщин. Когда мы, ну, когда не было УЗИ, там, мы ничего не знали, когда появилась ультразвуковая диагностика, то обнаружилось, что очень часто у беременных женщин изменения в почках наступают. Не у всех, но очень часто. Ну, вот я вам сделала тут картиночки, попробую показать, если все-таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, да. Значит, вот здесь, вот внизу изображена почка нормальная, как она видна при ультразвуковом исследовании. А вот здесь, наверху, изображена почка, когда вот здесь, внутри, в центре, вот этот черный контур, да, это вот как раз расширенные внутренние структуры, чашечная лоханочная система, там, где скапливается моча, по идее, она не должна скапливаться. То есть у здоровых людей всегда почка выглядит вот таким образом, да, то есть стеночки этой чашечной лоханочной системы, они сомкнутые. А почему-то вот у, так сказать, некоторых беременных они расширяются, и там застой мочи. Ну, наша медицина к этому вопросу подходит сугубо механистически, к сожалению. То есть считается, что, ну, почки находятся у нас сзади, да, в поясничке, здесь спереди растет животик, матка растет, и как бы механически придавливаются мочеточники, и поэтому задержка мочи происходит. Но если бы это было так, по логике, то должно быть это у всех, да, раз у всех беременных матка давит на мочеточники, должно быть, но это не у всех. И поэтому вот у меня, так сказать, возник вопрос, а почему? Значит, все-таки причина не в этом, причина другая. И вот когда я изучала вот эту табличку, да, которую составили немецкие гемеопаты, а там оказалось, что вот это состояние перилактазия, то есть расширение чашечной лоханочной системы, оно тоже относится к третьей стадии зашлаковности организма. То есть здесь не просто механическое задавление, а здесь имеет место уже некая стадия зашлакованности. Почему это очень привлекло мое внимание? Потому что, к сожалению, такую же картину можно наблюдать и у малыша, у ребенка, который еще сидит в трубе матери. И уже можно такую картиночку увидеть. Вот здесь вот как раз на снимочке, Ну, я обвела специально карандашиком-фломастером, чтобы было лучше видно. Вот эта почечка ребенка, а вот эта тоже уже у него расширенная лоханочка, да, то есть и у малыша процесс зашлакования идет точно так же, как у мамы. То есть здесь здоровье женщины, здоровье ребенка, они могут только быть, да, на одном уровне. То есть если у мамы здоровье понижено, то у ребеночка может быть тоже такой же уровень или хуже, да, то есть уже больная мама здорового ребеночка родить по определению не может. Поэтому очень важно, да, маме заниматься, или будущей маме заниматься своим здоровьем до того, как будет, так сказать, поставлена задача, да, сотворения новой жизни. Именно поэтому, да, вот я вам тут и рассказываю такие вот свои боли. И второй вопрос, очень интересный, тоже я поняла благодаря вот этой тоже табличке. Когда я начинала работать, а ультразвуковой диагностикой я занимаюсь, ну, примерно лет 20 в акушерстве, да, именно. Вот. Мне встречалась там книжечка, теоретически, такое название «Водянка яичек», но я не представляла, что это такое. А потом, значит, как-то постепенно мне стала изредка встречаться эта картиночка, а в последние годы, когда я сидела в кабинете ультразвуковой диагностики в роддоме, я просто увидела так, как-то мне показалось, что все больше и больше и больше таких вижу детишек. И я взяла тогда, у нас же журнал ведется, у нас все учитывается, да, всегда очень там скрупулезно. И я стала в журналистике просто отмечать вот эти вот ситуации, а потом взяла и посчитала. И получилась у меня очень грустная арифметика на самом деле, потому что за 2004 год получилось, что вот таких детишек я увидела 35 человек, а за год где-то проходило через мой кабинет беременных около 2000. Вот, не так уж часто, но все-таки, да, на следующий год, 2005 год, таких детишек я увидела уже 70. То есть все равно количество их выросло ровно в 2 раза. А в 2006 году я, правда, только первый квартал, так сказать, смотрела, дальше я уже просто рассталась с учреждением. Вот, за первый квартал я увидела 35 уже случаев. То есть если на год перемножить, да, то получится, что было бы 140, если до конца вот посидеть, да, вот в таком ритме их посчитать. Вот, то есть вот идет нарастание этой картинки. А что она обозначает? Вот здесь я принесла тоже фотографии. На ультразвуке очень хорошо видно. Вот это половые органы здорового мальчика, ребеночка, который сидит в утробе, да. А вот это половые органы мальчика, у которого мошонки, между стеночкой мошонки, яичком, имеется вот эта черная такая граница, да. Это и есть вода. На ультразвуковой диагностике все жидкости, вот это только плотные воды здесь плавают, то есть вот здесь вот, ну вот. И вот это вот черненькое как раз и есть вот эта водянка яичек. Насколько серьезна эта проблема, я думаю, что она очень серьезна, потому что практически этот человек еще не родился, да, а у него уже имеется поражение репродуктивных органов. Это, в общем-то, очень серьезно. И эта водянка яичек, по-другому еще некоторые называют киста яичка, да, она тоже относится к третьей стадии зашлакованности организма. И здесь вот на этом снимочке как раз один и тот же мальчик, у него и водянка, у него и расширение пиелоктазии, то есть расширена лоханочка в почек, да. То есть вот такая сразу комбинация. Увы, вот это грустная картина сегодняшнего, так сказать, нашего здоровья. И поэтому это еще раз и еще раз заставляет думать о том, да, все-таки что мы должны предпринять, чтобы предупредить вот такие вещи. Конечно, когда уже это возникло, говорить, как это лечить, очень сложно. А вот говорить, как это предупредить, это вполне реально, это можно. И мы будем, так сказать, вот об этом с вами раз и разговаривать. Итак, значит, зашлакованность и токсины. Откуда же они берутся? Что это такое? Различают теоретически, как бы сказать, два источника, да, то есть экзотоксины и эндотоксины, то есть которые приходят к нам в организм снаружи откуда-то, и эндотоксины, да, которые образуются внутри. Откуда же, так, вернее, перечислим сначала те, которые могут к нам попадать снаружи, извне. Ну, это в первую очередь, конечно, наш воздух, которым мы дышим, да, в условиях нашего мегапролиза. Это цнок, заполненный там молекулами тяжелых металлов, еще всяких нехороших, так сказать, вещей, которые нам для здоровья совершенно не нужны. Это наши вредные привычки. Если посмотреть сейчас на нашу молодежь, то, к сожалению, курящих очень много, да, и никотин, в частности, конечно, тоже никому не добавляет здоровья. Ну, уже не говорим дальше, да, алкоголь и прочие неприятные вещи. Пища наша сегодня тоже просто, вот, входишь в магазин, смотришь, вот, так, думаешь, неужели люди все это едят? Сколько там у нас продуктов, содержащих всякой химии? Огромное количество. Ну, а что касается эндотоксинов, то есть откуда же они у нас возникают? Вот, опять же, я вам процитирую книжечку того же, да, Казначеева, о котором я рассказывала в прошлый раз, Леонид Петровича. И он тут очень интересно пишет. Сегодня доказано, что в течение жизни человека через его организм проходит поток, состоящий из, значит, 10 в 25-26 степени клеток. Помните, да, мы говорили с вами в прошлый раз, что у человека все клеточки обновляются. Одни клеточки живут там несколько недель, одни несколько месяцев, но они все все время обновляются. Никакая клетка не живет 60 лет, 70 лет, как человек. Они все время меняются. Но если старая клеточка отмирает, новая образуется, то куда старые-то деваются, вот эти трубные яды? Куда-то они должны выходить, да, из нашего организма. Куда они деваются? Выводиться должны. Каким образом? Через выделительную систему. Выделительная система там, а клеточка умерла здесь. Как она пойдет туда? Какими ножками? В общем, сложная, конечно, система очищения организма. И, в общем-то, у нас главными уборщиками является наша иммунная система. Есть такие клеточки-макрофаги, которые много чего поедают, поглощают. Но это наша отдельная тема, мы на ней сегодня не будем останавливаться, просто так вот скользь затронули. Вот, то есть, ну, во всяком случае, если у человека иммунитет работает не очень хорошо, да, то, значит, вот этот процесс очищения тоже каким-то образом затормаживается, нарушается, и какое-то скопление происходит. Так вот, таким образом, через человеческий организм, как бы сказать, в кавычках, проходит масса равная 10-12 тонн вот этих клеточек, да, если их всех взвесить, которые на протяжении жизни наши образуются и отмирают в нашем теле. 10-12 тонн биологической массы. И кроме того, в организме человека за этот сок, ну, за время жизни, масса бактериальной флоры, ну, бактерии живут у нас везде, да, во внутренних средах, оболочках, на коже, везде, в одном кишечнике только, как пишут разные авторы, несколько килограмм проживают у нас бактерии. Значит, составляет количество этих бактерий 10 в 30 степени. А количество вирусов, находящихся в клетках и тканевых средах, остается даже неизвестно. И вот если, так сказать, прикинуть вес этих бактерий, которые проживают в нашем теле за всю нашу жизнь, то получается еще 6-7 тонн. Понятно, да? И вот эта вот биологическая масса, она через все наше тело проходит. Конечно, эти вот, так сказать, отходы жизни этих бактерий, или вот уже непосредственно отмирающие ткани и клеточек, и бактерии, они, конечно, тоже являются структурами изнутри, засоряющими наш организм. И вот теперь уже мы непосредственно подходим с вами к нашему вопросу сегодняшнему питанию. Самым первым шагом, да, чтобы сделать, так сказать, шаг к очищению, это является шаг изменения регуляции своего питания. Потому что самое первое, что мы можем, это остановить приток, да, каких-то нехороших веществ, токсических в наше тело. Воздух мы, конечно, изменить не можем, но, в принципе, огромное количество воздухоочистительных приборов, которые на сегодня есть, они в этом плане тоже, в общем-то, довольно рациональны. Хотя бы себе в доме, в комнате, да, создать какие-то вот такие возможности очистки воздуха. Вот. Ну, а питание, если мы его нормализуем, это, конечно, очень большой шаг уже в сторону очищения организма. И вот мы про питание сегодня, так сказать, с вами дальше и будем разговаривать. Тема эта очень большая и очень сложная. Я посвятила изучению ее, ну, примерно, наверное, лет пять. Я читала разные книжки и очень удивлялась. У меня просто, так сказать, глаза лезли на лоб. Потому что теории невероятное количество, диет огромное множество, и очень многие из них диаметрально противоположно исключают друг друга. Ну, вот такая самая яркая ситуация, это вот, например, с молоком. В одних книжечках пишут, что молоко очень полезный продукт, там белки, там еще то, сё, много всего полезного. А в других книжечках пишут другие авторы, что молоко очень вредно. Потому что в молоке среди белков есть такой белок, который называется казеин. А мы знаем, что есть такой клей казеиновый, да. Вот это, в общем-то, структура считается идентичной. И когда ребенок маленький, когда он пьет молоко, у него еще есть ферменты, которые расщепляют все белки, в том числе казеин тоже. И поэтому для маленького ребенка он не представляет большой, так сказать, сложности переваривания молока. Но с возрастом, со временем у многих людей этот белок, то есть этот фермент уже не вырабатывается. И тогда, что происходит? Мы молочко пьем, а вот этот казеин, он не расщепляется. И вот в виде каких-то непереваренных конгломератов, да, эти белки всасываются, начинают циркулировать по всему организму и где-то оседают, начинают зашлаковывать. В первую очередь там сосуды наши, во вторую очередь суставы и так далее. Вот. То есть тут, конечно, вопрос сложный, неоднозначный. Но я, в принципе, считаю всегда таким образом. То есть пить или не пить мне молоко, да, вот человек себе задает вопрос. Ну так надо просто оценить свои ощущения. Нужно вообще дружить со своим телом и учиться себя слушать. Обычно люди, у которых, если действительно не переваривается молоко, у них какие-то неприятные ощущения, те или иные появляются. У кого-то пучит живот, у кого-то урчит, у кого-то какие-то полики появляются или еще что-то, да. Это как раз говорит о том, что организм не переваривает молоко. Ну и не надо его тогда применять в пищу. А если люди получают удовольствие и чувствуют себя прекрасно, да, после молока, то, ради бога, можно пить и на здоровье. Но вот зато молочнокислые продукты, конечно, это очень полезная вещь. Потому что здесь первый как раз этап, вот это прощепление этих сложных белковых структур осуществляет кто? Вот эти молочнокислые бактерии, благодаря которым и образуются вот эти молочнокислые продукты. Понятненько, да, в отношении молока. Вот. И второй такой продукт, который тоже вызывает очень много дискуссий, просто вот такие вот как бы идут сражения стенка на стенку, когда отстаивают свою точку зрения, это мясо. С точки зрения, скажем, ну вот нашей официальной медицины, которая рассматривает наше питание, как белки, жиры, углеводы, калории и так далее, считается, что мясо вообще незаменимый продукт, и человек должен есть мясо, чтобы получать эти белки, чтобы получать эти калории. Но есть и, в общем-то, совершенно диаметрально противоположные мнения. И в частности, вот пишут авторы о том, что мясо, когда переваривается в организме, то оно потребляет энергии на свое переваривание больше, чем имеется в нем калории. А что такое калории? Калории – это такая теория, которую придумал один немецкий автор, не помню фамилию. Он сжигал в печи, значит, 100 грамм какого-то продукта, измерял, сколько тепла при этом выделяется. Вот и все калории. Ну, в общем-то, наверное, смешно сравнивать, да, какую-то печку, в которой сжигается продукт, да, и тело человека, в котором происходит вообще процесс пищеварения, жизнедеятельности. Таким образом, конечно, вот отношение к мясу тоже может быть диаметрально противоположное. Но я на сегодняшний день сторонник вегетарианства. Но, правда, не абсолютно вегетарианство, я рыбу употребляю в пищу, а мясо не ем. И вот, опять же, если человек хочет делать переход, да, вот от одного вида питания к какому-то другому, например, к вегетарианству, здесь нужно тоже быть очень, так сказать, аккуратным и осторожным. Делать любые изменения нужно постепенно. Вот просто недавно вот у меня обращалась такая одна девочка, мы с ней разговаривали. И когда, значит, я ей задала вопрос, почему такой вес-то очень много, ну, среднего роста и очень худенькая. И в связи с этим уже дальше начинаются там изменения гормональные. Она говорит, что вот решила, значит, почитала книжки, поняла, как хорошо вегетарианство, решила перейти и вот стала резко терять вес. Конечно, здесь неправильно, здесь всегда нужно очень плавно переходить, и здесь уже тогда нужно, в общем-то, понимать, что если ты от одних белков отказываешься, то другими белками надо заменять, да. Вот, а белков у нас очень много. В каких продуктах, если мы надумаем стать вегетарианцами, то какими белками мы будем себя кормить? Вегетарианцами. Растительными, совершенно верно. Да, очень много растительных продуктов, которые содержат белки, вы правильно их называете, да. Бобовые, крупы, эти самые орехи. Конечно, тогда нужно количество такой пищи обязательно увеличивать. И вот в связи с этим тоже мне такая интересная ассоциация еще возникла в голове. Очень часто встречается в книжечках по физиологии, да, такая цифра, значит, у людей работает активно только 5% клеток головного мозга, а 95% не работает. Какая связь вообще, да, вы скажете, с тем, о чем мы с вами сейчас говорим? А есть связь или нет? Как вы думаете? Есть. Есть, какая? Это что, переваривание пищи? Помните, значит, книжечка Мегре Анастасии, знакомая, да, многим? Вот. И там пишет он о том, что мясо было введено специально в рацион человека. Зачем? Чтобы тормозить мысль. Я думаю, что, наверное, действительно в этом есть большая доля правды. Потому что вот у меня есть еще такая другая книжечка интересная. Генри Джон Биллер, «Пища лучше лекарства» она называется. И вот этот американский доктор, ну, книжку-то он издал еще в середине 20-го века, он очень интересные исследования проводил, и он, значит, выяснил, что когда в организме человека переваривается мясо, выделяется огромное количество ядовитых веществ. Причем количество их прям пропорционально времени термической обработки. То есть, чем дольше мясо там жарится, парится, тушится, тем больше токсических веществ образуется. Вот. Поэтому он пишет, что если уж вы совсем не можете жить без мяса, ну, тогда возьмите и приготовьте, как он называется, этот антрикоз крови, да, то есть минимально, минимально по времени обжаривание, и тогда будет минимально. Вот и получается, да, что мясо человеку вели, токсинов стало много, голова работает, стало прямо хуже совершенно четко. Ну, кроме того, здесь, конечно, кроме мяса, да, еще имеет значение тот момент, что мы отвыкаем, отвыкаем слушать себя. Вот я теперь уже и здесь стала у вас часто повторять вот эту фразу, да, что вот надо себя слушать. И эту же фразу я очень часто повторяю, когда мы занимаемся с беременными мамочками, готовимся к естественным родам. Потому что действительно это очень важный момент. Я думаю, что здесь тоже есть прямая связь. То есть поскольку люди перестали жить в состоянии ощущения себя, они перестали жить в состоянии ощущения пространства, да, то есть если мы не работаем, не ощущаем, то эти клеточки отдыхают. Понятно, да? Вот. И поэтому очень много мы проводим упражнений медитативного плана, да, и учимся снова чувствовать себя, чувствовать свое тело, чувствовать своего малыша внутри, когда он там живет, для того, чтобы действительно вот эти контакты восстанавливать. А как раз вот именно отсутствие вот этих контактов, оно и есть вот одно из ведущих причин вот этих проблем психологического здоровья сегодняшних детей. Я так считаю, что как раз это на первом месте стоит. Понятно, да? Ладно, значит, дальше поехали. Так, сплошные противоречия, и что же нам дальше делать? Как же нам быть? Чем же нам все-таки питаться? Опять же, когда, так сказать, ищешь, тогда и находишь. Живя вот с этим вопросом в голове, я встретила очень, ну, на мой взгляд, замечательную теорию. Я, к сожалению, не запомнила ни названия книжки, ни автора. Это было очень давно. Но мне сразу эта теория очень понравилась и запала, так сказать, в голову. Эта теория называется «Формула зубов». А почему формула? Потому что там, так сказать, рассматриваются наши зубки по форме и по количеству. У взрослого человека здорового сколько зубов должно быть? 32 зуба. И эти зубы, они все по форме разные. Но мы можем их, так сказать, сравнить с разными животными. Зачем? Вообще нам все дается зачем-то, да? Глазки, чтобы мы смотрели, ушки, чтобы мы слушали, а зубки, чтобы мы жевали. Жевали что? Люди в своей жизни напридумывали, ну, много чего не бывает в природе, да? Батоны, макароны и так далее. Все это не растет на деревьях. А животные едят то, что им природа предписала. Как раньше, так и сейчас, да? И поэтому мы можем посмотреть, на каких животных похожи наши зубы и что эти животные едят. Вот, значит, рассматривая свои зубы, да, мы можем увидеть, что передние восемь, называемые рисы, да, у стоматологов знаем, они похожи на каких животных? На кроликах, в первую очередь, да, вот эти зубки, которые у них тут торчат. Зайчики грызут морковочку, правда? Еще на картинках всегда рисуют, одни зубы рисуют, да? Уши и зубы, уже понятно, что это кролик, да, или зайчик. Ну вот, и на всяких таких полевых, там, грызунов, которые едят, что? Они едят зернышки, злаки всякие, да? Вот, значит, нам, мы можем себе, так сказать, записать, что восемь зубов – это четвертая часть из тридцати двух. То есть 25% съедаемой пищи должно быть что? Вот это, значит, овощи жесткие, да, которые нужно грызть, и различные злаки, там, зернышки, сенечки и так далее. Дальше. Дальше у нас четыре клыка. Клыки похожи на кого? На хищников, да, на волка, на медведя, которые едят там мясо, рыбу и так далее. Значит, все-таки зачем-то нам вот даны четыре эти зубы для какой-то животной пищи. А дальше у нас идут зубы, которые называются как жевательные зубы, да? Двадцать жевательных зубов. Если мы посмотрим, на кого из животных они похожи? На жвачных животных. Ну, конечно, на корову, которая ест что? Траву. Летом траву, зимой сено, но все равно она жует, жует, жует траву в разных видах. Двадцать из тридцати двух. Больше половины объема съедаемой пищи природа нам запрограммировала что? Какую-то растительную пищу зеленую. Мы кто-нибудь едим столько? Увы, да? Есть, кроме того, у нас еще в Питере такой доктор, интересный, у меня книжечка есть по фамилии Дерядин, он такую теорию исповедует, но я думаю, он ее не придумал, а тоже где-то вот прочитал, подчеркнул, что человек должен потреблять в пищу все растения, которые растут в его родном регионе. Мне сначала немножко показалось это странным, а потом я, в общем-то, поняла и с ним согласилась, потому что дальше уже, так сказать, вот общаясь со всякими товарищами физиками и биофизиками, мне стало понятно, что, значит, минеральный состав почвы вот в каком-то регионе, воды в этом же регионе, растений в этом же регионе и человека, который рождается в этом регионе, он что? Он одинаковый, он идентичный. Вот. И поэтому действительно совершенно необходимо человеку для того, чтобы правильно поддерживать свой минеральный состав в организме, чтобы тело могло работать нормально, не болело, да, совершенно необходимо, чтобы туда действительно поступали все эти растения. Кроме зубов, которые определяют, что нам нужно есть, у нас, нам природа задала еще что? и переваривающую систему ферменты, значит, наша переваривающая система, она состоит из трех этапов, да, значит, первый этап переваривания происходит во рту, слюна, содержащая ферменты, должна обработать сюда, второй этап в желудке, желудочный сок имеет определенный, так сказать, состав, и тоже очень много ферментов, биологически активных веществ, и кишечник третий этап. Так вот, если мы закладываем не то соотношение, не ту пропорцию ингредиентов пищи, которые природа нам запрограммировала, то и наши ферменты, что они с неправильными, так сказать, продуктами не очень-то хорошо могут исправиться, да, поэтому у нас наше пищеварение, получается, изначально не очень хорошо работает, и чем дальше мы, так сказать, живем и по жизни все так же не очень правильно запитаемся, то получается, что мы потихонечку свою пищеварительную систему, что ломаем, 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 да, а потом улюбляемся, что-то много болит, начинаем. До какого-то уровня наш организм еще компенсирует эти такие вот неточности, скажем, да, а потом он уже не в состоянии, и начинается, что, а сегодня пишут в книжках, что человек с 25 лет начинает стареть, стареть, да, вот, как раз, я думаю, что это вот эти вот связанные вещи и есть, то есть те или иные проблемы здоровья начинают появляться, чаще всего действительно после 25 лет, а копить мы начинаем с самого начала, да, как только начинаем кушать не то, что нам природа прописала. Вот. Дальше. Итак, мы с вами сказали, что пища должна быть преимущественно растительной, да, то есть, да, здравствуют овощи, фрукты, ягоды, орехи, зелень и так далее. Но не все овощи очень хороши. Есть такой овощ, который составляет исключение, это какой? Картошка. Картошка, совершенно верно, да. Я эту информацию подчеркнула вот от одного очень интересного такого человека, это Никулин Владимир Иванович, он костоправ, он в 10-м поколении уже занимается этой деятельностью, или в 9-м, точно не помню, он сам живет в Москве, но периодически приезжает в Питер сюда, здесь работает, вот я смотрю и слушаю, как он рассказывает. И кроме того, еще интересно то, что он сам является, как бы сказать, из старобряческих родов, то есть, понятно, да, люди, которые вот сохранили какие-то традиции жизни из более давних времен, да, чем мы сейчас какие-то у нас приняты, принятый образ жизни. И вот он рассказывает очень много интересного, и в том числе он рассказывает про картошку. Картошку в России не знали до Петра первого. Ее не было, да? И жили, очень хорошо жили, и кушали вкусно, да, и готовили, и здоровенькие были. Петр Первый, он решил накормить голодных и привез картошку. Она очень хорошо укоренилась у нас, в нашей, так сказать, российской земле, и прекрасно плодоносит, и многие ее едят. Но при этом изменилось, так сказать, нечто. Когда Петр Первый обучал специалистов, а он учил мореплавателей, там всяких инженеров и врачей, оказалось, что врачам показать, например, таких больных, как диабет, тронхиальная астма, у нас было не найти. И он даже их импортировал за буград, чтобы, да, вот в этих школах, так сказать, демонстрировать. Вот. А на сегодняшний день, к сожалению, у нас картина резко изменилась в худшую сторону, да, то есть у нас теперь таких больных огромное количество, сколько хочешь. Почему? Вот Владимир Иванович считает, что здесь, конечно, огромную лепту вносит то, что у нас у многих в рационе картошка составляет что? Очень большую часть. А что делает картошка, попадая в наш организм? Когда мы берем просто крахмал картофельный, его завариваем, и окна заклеиваем, бумажка хорошо держится? Отлично, да? А когда мы вареную картошку едим, то практически в наш кишечник попадает что? Вот такой же вареный крахмал. А он что там делает? У нас в кишечнике структура слизистой нашего кишечника, она очень сложная, скажем так, да? То есть это не ровная слизистая поверхность, а эта поверхность покрыта мелкими микроскопическими ворсиночками, которые должны активно двигаться, активно должны вырабатывать сок, у них на кончике там отверстие имеется, да, кишечник, и всасывать должны ингредиенты переваренной пищей. А если вот этим клейстером потихонечку, изо дня в день мы эти ворсиночки заклеиваем, 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 да, и в конце концов они там оказываются полностью уже погруженные, да, вот в этот вареный крахмал, могут они работать как следует. Представила, да, так очень образно. Вот. Конечно, опять же, еще, так сказать, один шаг к нарушению пищеварения, да, к нарушению нашего здоровья. Вот. Поэтому картошка вот такая вот вещь. То есть я когда все это, так сказать, поняла, узнала, то я очень легко отказалась от картошки, то есть совсем в одночасье. Я ее теперь после даже не покупаю. Вот. И всем советую тоже. Ну, опять же, как я говорю, всегда резко менять все сложно, поэтому все переходы нужно делать медленно и постепенно. Но зато с другой стороны такой вот интересный момент я тоже встречался, что если взять сок с сырой картошки, да, отжимать и пить вот именно с такой, с лечебной целью, с очистительной, то он как раз очень хорошо прочищает кишечник. Вот. Так что вот видите, тут вот все так вот неоднозначно, но интересно. Дальше мы продолжаем. Но 4 зуба все-таки, как у хищников, природа нам дала. То есть какую-то животную пищу, по идее, нам есть, ну, вроде как надо, приписано, да. А какую животную пищу все-таки можно есть человеку, это опять же Анастасия рассказывала. Кто помни? Не запомнили, да? А там пишет Владимир Мегре, что ведь есть пища животная, которую животные сами отдают, добровольно. То есть это что? Молоко и молочные продукты, да, яйца, которые курица тоже отдают. Это не та ситуация, да, когда мясо, мясо продукты, да, изготавливаются совершенно дикими варварскими методами, да. Как вот в предыдущей группе, когда мы занимались, там ребята рассказывали совершенно жуткую ситуацию, да, как на птицефабриках, как эти бедные курицы живут и как их забивают. Это просто настолько садистский метод, да, что там это мясо, конечно, оно получается насыщенное совершенно негативной энергией, которая, в общем-то, и есть-то страшно. Но, тем не менее, люди едят, наверное, поэтому действительно вот эта книжка, да, вот появилась, что очень много агрессивности сегодня. И, наверное, какую-то лепту, действительно, вот такие методики переработки, да, мясопродуктов, они, наверное, тоже лепту вносят. Ну, и вообще, считайте, есть очень много книжек, авторы которых пишут, что когда животных забивают, неважно, это корова или свинья или там птица, конечно, животные переживают, да, страх, ужас. И вот эти все негативные, так сказать, энергии, они сохраняются в этих продуктах. Ну, человек благополучно потребляют пищу, кто ест мясо. И в то же время еще, да, вот тоже интересный момент в отношении структуры кишечника. Если мы будем сравнивать человека с животными, то мы увидим, что у травоядных животных длина кишечника какая? Очень большая, очень большая. И у человека тоже, как Гиппократ пишет, как я недавно книжечку изучала, 12 локтей, да, то есть, только там, правда, непонятно, толстые или тонкие кишечники, но, во всяком случае, большая длина кишечника. А у животных, которые хищники, которые мясом питаются, у них какая длина очень короткая, да. То есть, мясо, когда его, так сказать, хищники потребляют, оно переваривается быстро и выбрасывается быстро. А если же человек ест мясо, то оно не может быстро выскочить. По нашему длитному кишечнику оно долго проходит. И что с ним начинается? Оно загнивает. Совершенно верно, да. Вот эти процессы гниения, они как раз тоже являются одним из источников чего? Образование вот этих гнилостных веществ, то есть, тех же токсинов, шлаков, да, в нашем организме. Кроме того, в различных книжках часто встречается, так называемая, теория раздельного питания, да, встречали, наверное, тоже, кто интересовался этим темой, где говорится, что нельзя смешивать белки, да, и углеводы. Жиры, они более нейтральны, они могут с теми ингредиентами пищи смешиваться. А тут нельзя, потому что в желудке, да, желудочный сок, он отличается. Если человек поел белки, то там один состав желудочного сока, если поел углеводы, то другой состав. И отличаются там щелочи, кислоты, да, в разном количестве. А если человек поел вместе углеводы и белки, да, например, там хлеб, это белки, да, положил колбаску, то есть, наоборот, хлеб, углевод, положил колбаску это белки, все вместе покушал, и в живот все в кучу попало, в желудок. И вырабатываются якобы, да, и те, и те ингредиенты желудочного сока, кислоты, кислоты щелочи вступают в реакцию, нейтрализуются, и опять же пищеварение. Тем более, если с кофе и с чаем вообще не перевариваются. О! Но есть и противники этой теории, которые говорят, а как же быть с растительной пищей? Например, злаки содержат в себе одномоментные белки и жиры, и углеводы. Да? И действительно, если мы говорим о том, что природа-то предписала нам в пищу, что в основном растительную пищу, да, то есть нам нужно есть много растительной пищи, и как же с этим быть? Ну вот, когда я, так сказать, поизучала и ту, и другую теорию, в общем-то, я немножечко как бы стала спокойнее относиться к вопросу раздельного питания, но все-таки, тем не менее, я думаю, что такие вот традиционные наши блюда, как, например, картошка с мясом, наверное, действительно очень неправильно, потому что картошка там сплошные углеводы, да, мясо сплошные, белки. В принципе, если человек употребляет пищу, мясные продукты, то их нужно есть другими овощами, только не с картошкой, не с макаронами, да, которые состоят практически из одних углеводов. Вот. То есть можно с овощами, зеленью, да, пушить вот такие вещи, как мясо. И все-таки мы с вами остановимся на том, что да, да, здравствует растительная пища, да, которая преимущественно должна быть у нас на столе. Но мы еще с вами не проговорили про такую замечательную растительную пищу, как каши, да. Вообще в русском, как бы сказать, русская пословица есть, да, щида каши – пища наша. Слышали, да? Нет? Не встречалось? Ну вот, мне очень понравилось сразу, когда я услышала, я запомнила. Таше, действительно, каши. Очень вещь такая интересная. Ну, во-первых, как мы уже сказали, злаковые многие культуры, да, они сразу содержат в своем составе и белки, и жиры углеводы, то есть все необходимые компоненты. А кроме того, вот опять же, Владимир Иванович Никулин рассказывает такую вещь, что вот у старообрядцев у них принято есть кашу из пяти круп. Причем крупы все цельные, обязательно, да. И входят туда такие компоненты – рис, греча, пшено, овес и перловка. При этом, ну, те, которые крупы долго готовятся, они замачиваются предварительно, потом варятся очень недолго, то есть, когда закипело, на большом окне буквально минут десять, и потом накрывается чем-то теплым, там, подушки, там, шубы, не знаю, чем хочешь, да, закутай, и чтобы она еще там распарилась, дошла, эта каша. Каким свойством обладает эта каша? Он говорит, что она, во-первых, замечательной, адсорбент, да, что такое адсорбенты – это вещества, которые на себя всасывают, забирают какие-то токсические вещества. То есть, люди, которые постоянно едят эту кашу, они постоянно что? И прочищают свой кишечник от каких-то токсинов, которые там могут скапливаться. И кроме того, как он рассказывает, именно в этом сочетании круп содержится сбалансированное количество всех микроэлементов, которые необходимы нам, там, вплоть до селена, там, и так далее, да, вот сейчас многие, модные такие, там, добавки с селена, там, еще чем и бегают. Вот селена не хватает, вот мы валием, вот будем кушать и выздоровеем, да, и вот там люди бегают по аптекам. А в принципе можно не напрягаться, а можно просто взять за привычку, варить и кушать вот такую вот кашу из пяти круп, которая будет снабжать наше тело всеми необходимыми микроэлементами. Количество этих круп можно сбалансировать, можно взять все один к одному, можно какую-то больше, какую-то меньше, в зависимости от того, чего сегодня, так сказать, моя душа захотела. А чтобы было разнообразие, чтобы не надоедала одна и та же каша, они ее, как бы сказать, еще сдабривают различными совершенно ингредиентами. То есть это, если это, например, там каша утром, да, и можно с чем-то сладким, там, хоть с орешками, хоть с изюмом, хоть с какими-то сухофруктами другими, там, или там с ягодами, с чем угодно, на что фантазий хватает, да, с тем можно смешивать. А если это гарнир на обед, то там может быть и овощи какие-то любые разные, да, это могут быть там типа джеки или какие-то соусы разные. Ну, то есть здесь очень должна работать хорошо, так сказать, кулинарная фантазия, и каждый раз разнообразие вот эту пищу, она нам, в общем-то, не надоест и не приестся. Я с этим, конечно, тоже очень согласна, что, в принципе, каши, они очень полезны и очень необходимы нам в нашем рационе. И опять же, они соответствуют, да, тому, что природа нам подписала, то есть растительная пища. А вот продукты, которые совершенно нежелательно кушать, это различные рафинированные продукты, да, слышали такое слово? Что такое рафинирование? Это, оказывается, жуткий процесс, в котором не только механически перемалываются, но еще и химически перерабатываются продукты, то есть там, вплоть до того, что через какие-то щелочи и кислоты пропускают эти продукты, когда я это встретила информацию, у меня просто волосы в этом стали. Ну вот, а у нас на сегодняшний день очень много всяких рафинированных продуктов. В первую очередь мука рафинированная, да, это обычная мука высшего сорта, а из нее очень много чего готовится, да, батоны, макароны, всякие макаронные изделия, это же все идет из этой рафинированной муки. И что получается в нашем организме, когда мы это кушаем? Оно там все просто, что загнивает, потому что, когда такую переработку проходят эти продукты, то там ничего полезного не остается, энергия вся умирает, да, если мы возьмем какой-то колосок, который вырос в поле, он взял энергию от солнца, он взял какие-то элементы от земли, он полезный, да, и мы его целиком вот приготовили, кашку поели, мы получили очень много хорошего. А если его вот таким образом обработали, да еще через какую-то щелочь пропустили, там пользы не осталось никакой, да. Одни углеводы, голые углеводы. А углеводы любимой пищи каких бактерий? Гнилостных, да, и поэтому получается, что мы кормим там сверхкишечники гнилостных микробов. «Кроме того, рафинированное растительное масло». Как это не абсурдно звучит, но именно в рассадке нерафинированного масла содержится что? Натуральный витамин Е. А витамин Е — это очень полезная штука. Значит, во время беременности он называется витамин беременности, потому что он самый важный именно для развития беременности, для ее сохранения. А кроме того, он называется еще витамин молодости, да, потому что когда люди начинают стареть и понимают, что уже здоровье потеряно, они начинают его активно принимать, надеясь, что он еще их поддержит. Вот так вот этот вот натуральный витамин Е и содержится в большом количестве как раз в осадке нерафинированного масла. Поэтому я вам очень тоже рекомендую есть масло нерафинированное. Рафинированного сахара в природе не существует вообще. Это люди придумали извлекать сахар из свеклы, из тростника и делать вот этот рафинированный сахар. Причем в истории этого продукта есть такие забавные эпизоды. Как я в одной книжечке вычитала, впервые рафинированный сахар приготовлялся на Украине. И если вы помните, такими головами называли, да, вот эти большие такие куски сахара. И поскольку это был такой продукт новый, дефицитный, он был доступен только, скажем, ну, людям состоятельным, да, богатым. И когда эти люди, богатые, стали увлекаться, кушать много сахара, что у них стало происходить с зубами? Портиться зубы стали, да, и у них очень много зубов с кариесом было, да, эти черные, такие некрасивые зубы. Но с другой стороны, поскольку это было характерно для богатых людей, то был такой период, когда это считалось престижным, да, вот человек ходит с такими черными зубами, у него такая улыбка черная, но все зато знают, что он богатый, он сахар кушает, да. Вот, ну и вот, как сказать, голь на выдумке хитрая, и в то же время, значит, некоторые люди, которым хотелось изображать из себя таких богатых, но не было возможностей, они брали черную смолу и замазывали себе зубы и ходили тоже сверкали черной улыбкой, ну, изображая из себя, да, таких богатых, состоятельных людей. Вот, забавная такая история, она мне тоже сразу запомнилась. Но, тем не менее, действительно, сахар очень способствует образованию кариеса в зубах. И, в общем-то, мой личный опыт тоже мне это показывает, то есть я сама через это проходила, когда я в детстве была сладкоежкой, тоже много ела сладкого, у меня зубы разваливались очень быстро, и мне каждый год, вот в кольевском лагере, там у нас такой стоматолог приезжал, доктор, он мне-то по многу пломб ставил, не знаю, около десяти каждый год он там лепил эти пломбы, вот. А потом, когда уже вот я все это, так сказать, узнала, осознала и резко, в общем, прекратила есть сахар, почти вообще, у меня и перестали, так сказать, зубы разрушаться. И если пломбую я там где-то раз в год, там раз в два года одну поставлю, то это и то, так сказать, да, и не каждый год. Вот, то есть действительно прямое влияние на разрушение зубов сахар оказывает. И кроме того, сахар как раз тоже кормит в нашем кишечнике кого? Гнилостных бактерий. Ведь у нас в норме там должно быть много молочнокислых, но они не едят сахар, они не питаются сахаром совсем. А зато гнилостные бактерии, бактерии там брожения, они очень, так сказать, любят сахар. И поэтому, так сказать, вот мы неправильно таким образом питанием создаем себе предпосылки для дисбактериоза в кишечнике. Но это вот тема, о которой мы немного погодя, тоже подробненько проговорим. Вместо сахара что мы можем заменить? Чем? Мед. Мед, конечно. В природе есть такой замечательный сладкий и вкусный продукт натуральный, как мед. И мед можно везде класть, можно в чай, можно в кашу, да, то есть какие мы обычно продукты едим с сахаром, мы можем прекрасно заменить на мед. И это очень полезная штука. И мы знаем, да, что при простуде мед просто лечебным действием обладает, еще при многих состояниях, заболеваниях тоже он лечит. Поэтому... А если не нравится? Если не нравится? Конечно, фрукты, сухофрукты, сладкого много где, так сказать, содержится. Существует фруктоза. Какая? Фруктоза натуральная во фруктах она и есть. Да, а вот уже извлеченная, сухофрукты. А то, что продается, солнышко, даже если она извлекается, я думаю, может быть, она и не вредна, но в небольшом количестве. Вот так ты и ешь фрукты, и там ее достаточно. А если ее уже концентрируют, да, в виде порошка в банку, а ты потом столовыми ложками ее кушаешь, то все равно получается перебор. Это может, скорее всего, она синтезирована, да? По крайней мере, она так выглядит. Тоже может быть. Сегодня химия так шагнула вперед, что действительно очень много... Ну, вот в отношении там диабетиков, да, упоминаете. Конечно, все правильно. Сахар как раз тоже в одной книжечке у меня интересная рассказывается история, каким образом, в общем-то, люди создают себе диабет своими руками, да, с помощью сахара, потому что у нас в организме, скажем так, для расщепления сахара, который всасывается и попадает в кровь, да, поджелудочная железа вырабатывает свой фермент, инсулин в частности. И вот, вот тут мне не совсем понятно, почему, но существует такой механизм, который образно можно сравнить с качелями. То есть, если человек поел, наверное, именно здесь играет роль то, что количество съедаемого сахара, да, если человек съел там что-то сладкое, у него, значит, а, перед этим еще не сказала, что в крови должен быть определенный уровень сахара у здорового человека, он существует в норме. Вот, если человек съедает какое-то сладкое блюдо, у него что, уровень сахара в крови повышается немножечко, да, в ответ на это поджелудочная железа вырабатывает инсулин, инсулин начинает сахар расщеплять, он снижается, но тут происходит как бы некое раскачивание, и он ниже уровня опускается. А когда сахар опускается ниже уровня нормального, что человек ощущает? Голод, ему очень хочется есть, да. Он опять берет следующий, там, сникерс, там, да, какой-то еще такие шоколадки, которые сейчас рекламируются, продаются на каждом углу. И вот каждый раз, съедая всю новую-новую порцию сахара, амплитуда вот этих качелей, она медленно, но верно, все время нарастает, нарастает, нарастает. И вот этот вот выброс инсулина, да, в конце концов, уже такой гигантский, на каком-то этапе вот поджелудочная железа уже ломается и перестает нормально работать. Это вот и есть путь, который, так сказать, проходят диабетики. Поэтому, опять же, это важно очень знать и понимать. И если мы не перегружаем свой организм какими-то сахарами искусственными, да, значит, мы помогаем своей поджелудочной железе оставаться здоровой долго и не болеть. То есть ограничений по употреблению меда нет? Нет, я думаю, что если вы... Интересный вопрос. Мы только что сказали, что здесь еще имеет значение количество. Если вы будете есть мед, там, чайную ложечку в чай, там, чайную ложечку в кашу, это одно. А если вы будете по литровой банке за два дня съедать, то это или в день, тем более, да, это другое. Конечно, нет, количество. Здесь и качество, и количество играет значение. И еще Гиппократ сказал, у него замечательный обказок. Все есть ярко и все есть ли качество. Все дело на зеро. Да, все дело в длинном количестве. Совершенно верно. Правильно. Так что можно, но осторожно. Умеренном количестве. Вот. Значит, так, сахар. Теперь еще следующая очень интересная, так сказать, вещь в нашем рационе, которая тоже заслуживает большого внимания. Это соль. Соль, да. Мы едим поваренную соль. И кладем ее, некоторые кладут в очень больших количествах. Так вот, когда я еще тоже только изучала все эти вопросики, мне встретилась интересная одна, значит, работа. Некая группа ученых из разных стран. Они объединились, такую экспедицию провели. И вот они изучали в разных странах, на разных континентах, сколько соли люди едят, и при этом как это связано с заболеванием этих людей. Вот. И они обнаружили, что больше всего соли едят японцы на японских островах. И в то же время во всем мире самое большое количество инфарктников, инсультников и гипертоников тоже там. А с другой стороны, меньше всего, вернее, вообще не едят соли. Они нашли такое встретили племя аборигенов, которые живут в долине реки Амазонки в Америке. Они вообще не солят пищу, да. Ну и в самом деле известно, что натрий хлор содержится во многих растениях, в помидорах, в огурцах, то есть из почвы, из грунта. Они берут уже, насыщаются этим веществом натрий хлор. И они не используют никаким образом соль в свою пищу. И что при этом у них характерно? У них вообще нет гипертоников. Там даже самые древние, так сказать, жители этого племени, они имеют нормальное артериальное давление. Ну и, соответственно, у них нет ни инфарктников, ни инсультников. Они не знают, что это такое. Понятно, да? В какой вопрос хотите? Я смотрела передачу про этапление, и они сказали, что у них заболевание характерное. Какое? Я не помню название заболевание, но что-то у них там… Другое, да? Да. Хвост вытащили, нос в газ. Ну, я, к сожалению, не видела этой передачи, поэтому мне трудно сказать, какое у них заболевание. Но, во всяком случае, вот мой личный опыт мне показал, что если на тот период, когда я болела, да, и у меня были… поднималось периодически давление до очень высоких цифр, то после того, как я просто… я резко отказалась от соли, у меня вообще, так сказать, идеальное артериальное давление до сего дня. Вот. Поэтому я все-таки вижу связь с этим… в этом вопросе, но, конечно, все индивидуально, потому что, действительно, вот на сегодняшний день у нас очень много людей, страдающих гипотонией, то есть пониженным артериальным давлением, да. Здесь очень много, так сказать, связано там с дискинезией желчеводящих путей и так далее, и так далее. Так может быть, действительно, таким людям как раз какое-то количество соли необходимо для того, чтобы даст свои сосуды поддерживать в определенном тонусе. Вот. Но, в принципе, я сторонник других методов оздоровления, то есть любая сосудистая дистония очень хорошо лечится чем? Гимнастическими упражнениями, дыхательными упражнениями, да, и закаливающими процедурами. Если человек все это подключает к своему образу жизни, то давление нормализуется у любого человека, как с пониженным давлением, так и с повышенным давлением. Вот. В этом тоже у меня есть уже громадный практически опыт. А вот можно спросить, соль сама по себе, наверное, тоже какая-то рефинированная? Конечно, конечно. Это натрий хлор, да. Если взять морскую соль, и вообще какой момент интересен состав в нашем организме, межклеточной жидкости, внутриклеточной жидкости, плазмы крови и лимфы по составу, да, это морская вода, причем не любое море, а вот как пишут сейчас уже, так сказать, в последних исследованиях, а море, именно в районе черное море, да, вот тут вот средней полосы, так сказать, земного шара. Вот. И там же в этой воде содержится не только натрий хлор, там же много других еще, да, этих самых элементов, там и магнит, там и прочее. Вот. И поэтому для нашего здоровья оптимальным является именно такой состав. Вот. Поэтому есть сегодня в продаже и пищевая морская соль. И можно ее приобретать, и если уже сейчас, если уже, так сказать, хочешь солить, да, то лучше, наверное, вот брать соль такого плана, а не вот этот вот рафинированный натрий хлор. То есть она, то есть обычная соль, она придает еще? Конечно. 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 Она не свойственна для нашего тела, да, и поэтому процессы, которые она вызывает, конечно, тоже не естественные. Хорошо, поехали дальше. Еще следующий такой вопрос, значит, как сыроедение, да, тоже очень интересный. Вот было высказано мнение, что человеческий желудок сегодня не способен. Я и задала вопрос, какого человека, да, люди все разные, и на самом деле желудки разные. Конечно, сегодня очень много народу, который ходит с хроническим гастритом, конечно, если человек такой будет есть жесткую сырую пищу, то у него будет только обострение и больше ничего. Конечно, из такого состояния нужно выходить плавно, постепенно, ну, скажем так, с помощью доктора. Вот. А если человек, в принципе, здоров и желудок у него в хорошем состоянии, то на самом деле я считаю, что сыроедение это замечательная вещь. Ну, и не только я считаю это, потому что много существует работ, в которых тоже об этом рассказывается, когда люди, переходя на потребление именно сырой пищи, а какая сырая? Конечно, не мясо сырое имеется в виду, да, сырые овощи, да, зелень, вот именно растительная сырая пища, она как раз является самой полезной и самой здоровой. А вот, в частности, если уже вспоминать о Гиппократии, он и пишет, что там были люди, которые, значит, ели вот именно сырую пищу, потом, значит, были люди, которые ели, как он пишет, более мягкую пищу, то есть пища, которая термически обработана, то есть это как раз вот варили каши там, да, еще какие-то, варили там овощи и все прочее, термическая обработка. И пишет, и совсем мягкая пища это похлебки, то есть когда все это замешано на большом количестве воды, похлебки, это совсем мягкая пища, то есть я так понимаю, что если человек здоров, он может есть сырое, если у него начинаются какие-то там желудочные и кишечные проблемы, да, то он ест вареную пищу. А уж если он совсем бедный, так сказать, одной ногой, то уж ему так похлебочку покушать, чтобы что-то покушать, да. То есть действительно вот эта вся термическая обработка, она предназначена не для здоровых людей, а людей уже, так сказать, потерявших в какой-то мере свое здоровье. Ну и мой такой вот опыт перехода к сырый день, он был тоже такой забавный. Я много читала в книжках, что очень полезно есть, вот овощи, сырые овощи, а я питалась, ну как обычно, принято, да, очень у многих семей, скажем, в Ленинграде, в Петербурге, там, на обед там борщ, да, потом котлеточка там с картошечкой, там еще что-нибудь, такая вот пища, все, то есть все в основном было приготовлено. И вот в один прекрасный день, летом я решила, так, надо провести, значит, все-таки эксперимент. Вот, но поскольку наесть сырыми овощами салатиком как бы невозможно, то я взяла такой вот мисточку, такой тазик побольше, нарубила туда салатом, ну летом все овощи какие есть, да, ну вот, ну и села, поела, в 7 часов вечера, как ужин, да, обычно ужиной, ну вот, и вот ждала все, когда же я проголодаюсь, ну когда же я есть захочу, ну, значит, даем тогда салатик. Ходила и удивлялась, потому что до самого вечера вот так вот у меня почему-то было все хорошо, и я так и не проголодалась, и салатик пришлось, так сказать, на следующий день уже доедать. Вот, то есть это был такой эксперимент, который меня убедил, что действительно можно вот взять овощами, сесть и наесться. И с тех пор, в общем-то, это теперь стало практически моей основной пищей. Больше всего, так сказать, объема съедаемой пищи, это у меня едут действительно сырые овощи. Я в шутку называю это свое любимое блюдо хряпа, потому что когда жуешь, оно хряп, 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 хрюмкает, вот. И состав этого блюда, он может быть совершенно любой, по сезону, да, летом там все овощи какие есть, зимой любые овощи можно совмещать, да, там вот и морковку потрешь там, и редьку зеленую, там капусту можно, как пекинский салат, да, так и кочанную, то есть чередуешь и разнообразие получается, то есть нет такого, что одно и то же и переедаются. Все время разные овощи в разном количестве и пища, это все равно получается разнообразный и заправленный большим количеством растительного нерафинированного масла. Так что, а вот еще есть такой очень интересный продукт, который рекомендуется, так сказать, есть, да, и сырым, и к тому же еще отдельным. Это дыня. Дыня потрясающий действительно продукт, который обладает на наше тело очищающим действием, но при одном условии, что мы ее едим отдельно. Если мы съели обед первый, второй, третий и закусили сверху дынькой, там мы получили приятное удовольствие, десерт и все. А вот если мы дыню целиком, вот предложим на завтрак, да, а я вообще себе, вот тебе мне так понравилось, когда идет сезон дыни, я периодически устраиваю себе там раз или два в неделю дынный день. Вот я весь день захотела есть, поела дыню, захотела есть, поела дыню. Просто действительно физически ощущаешь, во-первых, по кишечнику ощущаешь, что, в общем-то, срабатывает очень хорошо, да, а во-вторых, действительно приятное такое чувство в организме появляется легкости и чистоты. И поэтому я тоже всем рекомендую использовать этот метод, да, как один из естественных, природных методов очищения нашего организма. Значит, следующий вопросик. Режим питания. Это тоже вопросик очень интересный и непростой, потому что, когда я его изучала по книжечкам, то встречались в ней теории самые разнообразные рекомендации. А одни специалисты, особенно вот там среди древних таких примеров рекомендовали прием пищи раз в сутки, например, да, или там два раза в сутки, или три раза за двое суток, то есть редкие такие приемы пищи. А другие специалисты, другая крайность, да, особенно среди современных врачей и диетологов, рекомендуют питаться дробно, то есть часто и понемножку. Ну, здесь тоже сразу просматривается, как бы сказать, состояние здоровья, да, все-таки сегодня очень много людей с больными желудками, и поэтому действительно многим действительно полезно дробное питание, потому что когда хронический гастрит и слизистая желудка находятся в воспаленном состоянии, то периоды голода слишком длительные, они вызывают просто обострение этого гастрита и больше ничего. Но с другой стороны, конечно, никаких жестких рекомендаций универсальных не может существовать. Все зависит от самого человека, от его образа жизни. И даже у одного и того же человека в разное время образ жизни меняется, да, и образ питания может меняться. Вот, как я говорю, например, вот день на день не приходится. Если нужно никуда ходить, я провожу дома целый день, так и иной раз поешь и три раза, а иной раз даже и больше, да, чего-нибудь это хочется перекусить или там чай попить, еще чего-нибудь. А другой раз носишься целый день, куда-то там надо поехать, куда-то надо успеть, и практически рано позавтра, поздно поужинал. А целый день бегаешь и есть не хочется, потому что некогда об этом даже думать, да, день на день не приходится. Ну вот, поэтому здесь вот, как бы сказать, жестких таких рекомендаций дать сложно, но все время я говорю, самая главная рекомендация какая? Слушай себя, да, слушай свое тело. И свои ощущения всегда они, в общем-то, подскажут правильный путь, как действовать. Ну и, значит, что кушать мы с вами перечислили, переговорили, принципы, да, это понятно все. Ну и тут остались еще маленькие вопросики на тему, как кушать. Значит, очень много сейчас пишут авторов совершенно правильно, что пищу надо очень тщательно пережевывать. А сколько надо пережевывать? Какие есть мнения? А? Сорок раз. Сорок раз. Хорошо. Еще какие будут? А? Триста раз. А? Триста раз. Триста раз, да. Сколько жаров, пока не растворится. О, правильно. Совершенно верно, да. Значит, сейчас тоже все чаще упоминается вот эта рекомендация. Вот я ее прочитала в книжке, автор Йог, такая фамилия незапоминающаяся, поэтому я забыла. Но тоже я когда первое встретила, меня очень удивила эта фраза, что твердую пищу нужно пить, а жидкую пищу нужно жевать. Да, как-то все наоборот, мы-то понимаем все наоборот. Что значит твердую пищу нужно пить? Оказывается, если мы вот откусили кусочек твердой пищи, например, хлеба, да, мы должны его жевать, 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 жевать. До каких пор? Слюна-то вырабатывается, и этот комочек, он все разжижается, разжижается пищевой. И вот когда он уже превратился в такую жижицу, которую мы можем выпить, вот тогда мы проглатываем, да. А что значит жидкую пищу нужно жевать? Здесь, оказывается, имеется в виду вот что. Когда мы варим, например, мясной бульон, там, или любой бульон, там, овощной и так далее, в бульоне находится что? Тоже какие-то пищевые ингредиенты, которые нуждаются в переваривании. И если мы, как мы привыкли, ложкой, да, и проглотили, не произошло переваривание на первом этапе, да, слюной не обработаны эти частицы пищи, значит, они не прошли там какое-то свое расщепление, и они остались недопереваренные. Дальше они уже как недопереваренные ингредиенты всасываются, да, в нашем кишечнике и уже циркулируют по нашему телу зашлаковывать те или иные, да, участочки. Вот. А если мы взяли в рот ложку, вот там бульона и начинаем его жевать, слюна вырабатывается, да, и нормально происходит пищеварение. Поскольку этот момент, он такой, как бы для нас непростой, то даже вот я обратила внимание на то, что наши вот отечественные доктора, известные, которые жили и работали в конце 19-го, начале 20-го века, у них была очень распространенная такая мода. Если человек тяжело больной, что они им рекомендовали в первую очередь? Отказаться от супа, вообще. Просто не употреблять пищу суп именно вот с той точки зрения, да, что вот эти бульончики, они еще больше способствуют зашлаковыми организмами. То есть вот таким образом либо мы не едим бульончик, либо едим его правильно. И тогда мы, так сказать, поддерживаем свое здоровье, а не разрушаем его. Ну вот как раз к вопросу подошли не запивать. Действительно, у нас очень, как бы сказать, ну принято во многих семьях и детям маленьким. Я сама потом, когда уже вот этот вопрос осознала, поняла, я стала обращать внимание, что когда дети кушают маленькие, а взрослые там, мама говорит, не ешь сухомятку, запивай, запивай, да, нельзя сухомятку есть. Вот. На самом деле это ошибочное представление. То есть пить нужно, конечно, но это нужно делать до еды, а не во время еды. Вот. А когда мы запиваем уже в процессе еды, то мы разбавляем все пищеварительные соки, и слюной, и желудочный сок. И при этом наше пищеварение что, опять же, нарушается. С вопросом питья до еды мне очень понравилась такая фраза, которую сказала я знакома с такой одной целительницей, с Алтая Горемыкина Анна Ивановна. Очень интересная женщина. И вот она говорит, что я, например, когда вот детям объясняю, что надо пить водичку до еды, я говорю, что вот у вас там в животике находится кастрюлька, а кастрюльку надо мыть, да. Вот если мы в грязной кастрюльке, вот вы кашу сварили, поели, в следующий раз вы в грязной кастрюльке захотите варить? Нет, конечно, да. А кушать, значит, с грязной кастрюлькой тоже неинтересно. Вот. Поэтому нужно кастрюльку периодически ополаскивать и пить водичку. Ну вот. Когда я своей внучке рассказала, она очень быстро усвоила. Она мне все время так, бабушка, кастрюльку мыть будем? А кастрюльку мыть, когда я забуду, не дать попить, сразу сажаюсь, а кастрюльку мыть. Вот. Так что, действительно, когда мы пьем воду до еды, то это очень полезно. Вот. И, кстати, эта же мысль подтверждает тот маленький факт, который у нас еще впереди тема, ну, грудное скармливание, но, тем не менее, известно, что, когда женщина кормит грудью, то молоко, разные порции, вот за одно кормление, они отличаются по составу. Самое первое молочко такое, ближнее, да, к выходу, оно выглядит, как водичка такое, чуть беловатое, даже голубоватое. А вот уже дальше оно идет, молочко беленькое, а уже самая последняя порция оно такое жирное, густое, да, ребеночек насыщается. Вот. То есть и природа присмотрела даже грудничкам, с чего они начинают пищу? С питья, как бы, да, в кавычках, а потом уже дальше идет еда. Вот. Так что, это действительно правильный такой подход, то есть пить нужно до еды. А уже после еды, если мы там снова хотим пить, то нужно подождать, ну, в среднем считается 2-3 часа, для того, чтобы пища переварилась в желудке, да, и отправилась дальше к кишечнику. Вот. То есть считается, что во время еды пить совсем не следует, а пить после еды часа через 2 где-то можно. Там чай, а мы как привыкли поели, дай сразу бах, чаю сразу напиться. Ну, вот это тоже наша такая традиция, очень широко распространенная, но она, к сожалению, ошибочная. А можно, значит, за сколько до еды пить? За полчаса. Да, я очень хотела сказать. За полчаса. Я думаю, что это не принципиально. Мы вообще, вот, будем в следующий раз говорить о воде, и будем говорить о том, что пить нужно непрерывно. То есть организму самым благоприятным является такое состояние постоянного рожения. Понемножку и все время пить воду. Вот. Поэтому за сколько до еды, я думаю, что здесь ограничений нет, в принципе. А он еще не готов. Пока мы не начали есть, он не готов. Он готовится в тот момент, когда мы пищу пережевываем. В основном. А там возникает. А там вода. Голод. А в отношении голода и воды есть тоже такая интересная теория. Значит, многие люди едят по объему лишнюю пищу, потому что им кажется, что они голодные. Да. А вот доктор Батман Кхилиш, который написал серию книг «Вода для здоровья» и прочее, да. Он пишет, а вы когда захотели кушать, вы попробуйте себя проверить. Выпейте стакан воды и посмотрите, что с вами будет. Если чувство голода пропало, значит, это был не голод. Это организм просил воды. Это такая форма жажды. А вот если вы выпили и все равно чувство голода осталось, тогда вы реально хотите есть. Вот он, например, так пишет. И я с ним полностью согласна. Почему сегодня такое огромное количество людей, страдающих ожирением? Потому что это неправильное количество объема пищи, да. Причины для этого разные. И в том числе вот этот ошибочный подход, в том числе это стрессы в огромном количестве. Когда мы поели, у нас выработались что в голове? Эндорфины, гормоны радости. И нам стало хорошо и приятно. И поэтому, если на человека сыпятся все время сплошные стрессы, он все время ходит к холодильнику, что-нибудь себя успокаивает. И постепенно, так сказать, вот его структура тоже изменяется. Все по-разному. Ну, конечно, по-разному. Нет, я говорю, как пример, возможно, гипотетически. Вот. Поэтому как раз здесь, в плане, если, предположим, человек считает, что вот он хочет уменьшить свой вес, да, для него, например, полезно вот таким образом испытывать себя. На самом деле я хочу есть или я могу поесть немножко погодя. Вот. Понятненько, да? Так что вода перед едой, я считаю, никакого, ничего плохого из себя, в общем-то, не представляет. Поехали дальше, да? Дальше. Что еще очень нежелательно во время пищи смотреть телевизор? У нас очень у многих, да, такая привычка поставить тарелочку перед телевизором, сидеть, кушать и смотреть. Что мы при этом делаем? Опять же, нарушаем свое пищеварение. Почему? Потому что, известно на сегодняшний день, товарищи физиологи точно установили, что то место своего организма, своего тела, куда человек концентрирует внимание, вот в данный момент, что там происходит? Активизация кровообращения. Поэтому, если мы сидим, кушаем, нам надо активизировать внимание куда? На желудок, да? Чтобы помогать ему заниматься пищеварением, полноценно и качественно. А если мы смотрим кино, то мы куда свое внимание акцентируем? Уже в другую сторону. Кровь оттекает от желудка, да, и поэтому пищеварение становится уже не таким высококачественным, как хотелось бы в идеале. Вот, поэтому отвыкайте от этой привычки сами и не привыкайте, не приучайте к этому ваших детишек. И тогда, в общем-то, так сказать, будете более здоровенькие. Кроме того, очень важный вопрос эмоциональный, да, как готовить и как есть. Совершенно известно, точно и многим примерами, так сказать, уже подтверждалось, что если человек готовит пищу в очень хорошем настроении, да, с любовью, для своей, так сказать, для своей семьи, для своих близких, то эта пища будет какая? Вкусная, приятная, да, и с удовольствием все будут есть и еще добавки просить. А если жена пришла там после работы устала и на мужа разозлилась, да, и там ругается и готовит, то пища будет тоже соответствующая. Вот. Так же, как и самому кушать нужно тоже только в каком состоянии, в общем-то, спокойно. Если человек чем-то расстроен, что-то его раздражает, на кого-то он разозлился и так далее, то есть любые отрицательные эмоции тоже не способствуют хорошему пищеварению, поэтому в это время лучше, так сказать, воздержаться, успокоиться, отдохнуть, а потом уже спокойненько покушать. И еще такой момент очень есть любопытный, который тоже не так давно узнала на одном семинаре. Была женщина-биолог из Москвы, из университета. И она там много интересного рассказывала. И вот она привела такой тоже любопытный момент. В разное время суток, когда человек ест, он кормит разных обитателей своего тела, микробов разных. Если, например, с 4 утра и до часу дня мы кушаем, то в это время очень активно питаются вместе с нами кто? Полезные микробы. Полезные микробы. Полезные микробы. Да, наши друзья. В основном это молочнокислые бактерии, которые живут у нас и в кишечнике, и во всех полостях нашего тела. И они едят именно в ранние утренние часы. Если мы едим с часу до где-то часов 5 дня, то в это время мы подкармливаем кого? Нейтральных микробов, так называемую условно-патогенную флору. Условно-патогенные микробы называются те, которые, скажем так, если человек более-менее себя прекрасно чувствует, то и они тоже спокойненько сидят, и человека не трогают, не мешают ему жить. А вот если человек вдруг попал в какую-то, например, стрессовую ситуацию, да, или замерз, переохладился, или еще там что-то с ним случилось, иммунитет ослаб, человек ослаб, и они сразу поднимают голову и начинают вызывать те или иные заболевания. Это их называют условно-патогенными. Так вот они питаются в середине дня. А все, что мы съедаем позже, 17 часов, даже не 19, а 17 часов, идет уже на корм кому? Вот всяким вредителям, да, гнилостные всякие, те самые, болезнетворные бактерии и паразиты, товарищи паразиты, да, о которых сейчас тоже очень много пишут. Пишут, что вообще все мы заполнены червями, глистами, еще должны чем-то. Да, и только нужно заниматься все же тем, что их гонят. Ну, сейчас очень много правил таких книжек. Вот, но мы можем подойти к этой теме с другой стороны. Если их не кормить, так тогда они, может, и сами там не будут, да, очень бурно размножаться. Вот, поэтому действительно вот время приема пищи вот с этой точки зрения становится очень актуальным и значимым. Поэтому вот тоже надо все это учитывать, когда мы построим свой образ жизни. И вот эта мысль очень хорошо перекликается с поговоркой Суворова. Если помните, да, как он говорил, завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай в роду. Да, то есть как раз, действительно, он тоже понимал вот этот вопрос таким образом. Вопрос можно? Да. Это как относится к тому, что вот нужно кушать, а когда хочешь кушать? Ох, замечательно. Я же все время говорю, слушать себя нужно. Вот в один за часов вечера. Значит, то, что… Да, надо покушать, кружочко. Значит, надо покушать, кружочко. Ведь, понимаете, нет двух одинаковых людей, все люди разные, каждый человек индивидуально не повторил. То, о чем я вам рассказываю, я называю принципы, общие принципы, которые хорошо бы знать и которые помогают, так сказать, ну, как можно меньше попадать в ситуации, способствующие, да, болезням, не здоровья. Вот. Но жизнь, она непредсказуемая. Поэтому, действительно, если вы устали, пришли, откуда-то там наработавшись, там, не знаю, о, целый дров перекалорий, вы действительно болодный, вам нужно восполнить свою энергию, то, конечно, нужно сесть и поесть. Нельзя сидеть и смотреть, так, Татьяна Алексеевна сказала, нельзя, не буду, пусть болит желудок, буду терпеть. Ну, так же не нужно. Хорошо, поехали дальше, да? Можно вопрос? Можно. В последнее время, вот, везде пишут, показывают, что, вот, в наших, на территории, где мы живем, вот, нехватка йода в почве, в воде. У нас есть какая-то информация? Да, да, замечательно. Потому что, как бы, вопрос-то важный. Да, очень важный, совершенно верно. Значит, у нас вообще, в России, очень много территорий, которые называются йод-дефицитными. То есть, в почве йода мало, в воде йода мало. И на этих территориях много людей, проживающих, страдает заболеваниями щитовидной железы, в частности, вот, увеличение железы, называемой ЗОП. Действительно, очень много. В связи с этим, с одной стороны, придумано очень много различных препаратов йод содержащих, которые продаются в аптеке. Но, я считаю, что есть более рациональный, более естественный подход. Дело в том, что, когда мы какие-то заглатываем таблетки, препараты, да, то мы, как бы, насилуем свой организм и заставляем его, раз уже там внутри, да, как-то с ними справляться, усваивать. А мы можем подойти к этому вопросу снаружи. Наша кожа, она обладает очень многими интересными свойствами. Она помогает, как многим органам выделительным, так и помогает усваивать организм различные вещества, да, из внешней среды. Вот. И поэтому есть такой очень простой, но очень информативный тест. Как проверить, насколько в нашем организме достаточно йода или мало? Мы берем обыкновенную йодную настойку, которая продается в аптеке. И обыкновенной палочкой с ваточкой нарисуем себе сеточку, где-то, ну, в месте, где не видно, да. Я обычно на ведре себе рисовала, когда вот меня вопрос тоже интересовал. Вот. И наблюдаем, через сколько времени этот йод всосется, но при условии, что мы не моемся за это время, чтобы не смыть его, да. Так вот, известно, что если в организме уровень йода достаточный, то мы через сутки после нанесения этой сеточки хотя бы слабенькие следы, ну, увидим на этом месте. Это показатель того, что дефицита йода в нашем организме нет. Если же мы видим, что через три часа после того, как мы нарисовали, ничего не осталось, значит, нашему организму очень мало, не хватает йода. И поступать в организм, или, так сказать, доставлять, мы можем тем же способом. Мы можем каждый день вот эту сеточку рисовать у себя на коже. Ну, я брала на ведре, тут места много, да. Рисуешь, рисуешь и смотришь. Ну, вот. И примерно, скажем, я тоже вот находилась в этом состоянии, когда изначально еще вот себя вытаскивала из своей инвалидности. Ну, вот. И примерно где-то, ну, не знаю, мне понадобился месяц, чтобы вот я из состояния там, вот сасывая через три часа, да, перейти к состоянию сасывания за сутки. Ну, вот. А потом периодически там где-то через два-три месяца я просто проверяла. Проверяешь нормально? Хорошо. Потом прошло там полгода или год. Смотрю, опять стало быстро всасываться, да. Значит, опять какой-то у меня дисбаланс, видимо, там питание или где-то, я не знаю. И опять, значит, провожу вот этот курсик смазывания, да, то есть питание своего организма йодом. И это очень просто. Здесь нельзя передозировать. Потому что организм всасывает столько, сколько ему нужно. А если ему не нужно, значит, это смоется, когда мы встанем под душу или ляжем там. Понятно, да? Вот. Очень хороший вопрос, действительно замечательно. То есть питание было вот именно вот этой сеточкой, да? Да, то есть всасывает йод через кожу. Организм всасывает, да. И уровень йода нормализуется. Вот это очень важный, действительно элемент. Потому что щитовидная железа, если она начинает страдать, конечно, это вся гормональная система нарушается и весь обмен веществ нарушается. То есть тут за ниточку тянется. Он даже в течение нескольких часов может. Вот я и говорю, нужно посмотреть. Возьмите, проведите этот эксперимент, прийдите домой и посмотрите, за сколько времени у вас сосется. И оценивайте сами свое состояние. И очень легко регулировать таким способом. Если несколько часов, то ждите? 24 часа, сутки норма. Значит, если за сутки что-то осталось, значит... Он должен полоситься. Нет, наоборот. Сохраниться должен. Сохраниться. То есть если нет дефицита, то всасывается этот йод в течение суток или даже дольше. А если есть дефицит, то очень быстро. Очень быстро. Вот. Ну и значит у нас остался еще такой вопросик. Какой же у нас может быть критерий оценки? Насколько я правильно ем или не ем, да? Если, грубо говоря, человек это перерабатывающая машина, да? Пищу перерабатываем в отходы, да? Кислород перерабатываем в углекислый газ. То вот, каким критерием может быть все-таки... Так, для себя, чтобы вот оценить, вот я ем правильно, я ем неправильно. Какой критерий мы можем взять? Выделение. А? Выделение. Ну, стул, конечно, стул. Работа кишечника, да? Вот. И мне было очень удивительно, даже как врачу, мы вообще этого в институте не проходили, нам не объясняли, какой же должен быть абсолютно нормальный стул у абсолютно здорового человека. Я прочитала в книжке одного из наших известных целителей, что у здорового человека экскременты, они должны не плавать, а тонуть. И при этом резких никаких неприятных запахов в туалете быть не должно. А если есть эти запахи, то это признак дисбактериоза кишечника. То есть гнилостные бактерии там процветают, поэтому они придают такие неприятные запахи нашим походам в туалет. Вот. И кроме того, количество. Сколько раз человек должен опорожнять свой кишечник? Сколько ест. Сколько ест. Совершенно верно. Мы такую картину в норме видим только у детишек новорожденных, да? Вот он поел по карту, поел по карту. Это знают все мамочки, у которых уже детки есть. А потом, по мере того, как мы начинаем не очень правильно кушать, не очень правильно пить и жить вообще, у нас кишечник все работает хуже, медленнее. И на сегодняшний день, а когда, скажем так, все происходит как у всех, то это становится, принимается за норму. И сегодня считается нормой, что если человек один раз в день сходил, освободил кишечник, то это уже замечательно. Но, к сожалению, это не так. Вот, как я уже сказала, как новорожденные дети ходят каждый раз, так и взрослый человек. Он должен опорожнять кишечник столько раз, сколько раз он поел. Кто поел один раз, тому хорошо один раз. А кто поел пять раз, тот пять раз и сходит в туалет. Как говорит вот эта Анна Ивановна, тоже целительница с Алтая, она говорит, ну поел, тут придавил, а там, говорит, вышел. В течение получаса кишечник, значит, должен срабатывать. И тогда все хорошо. Тогда не будет проблем со здоровьем. И вот Никулин Владимир Иванович тоже приводит примеры, значит, вот у них старообрядческих этих вот семьях. Известно, что вот, как он говорит, ни одна бабушка не ляжет спать, пока она не сходила вечером в туалет. То есть, если кишечник не очищен, спать ложиться нельзя. Почему? А потому что ночью из кишечника все это всасывается, да, то, что должно быть выброшено. И опять же поступают эти токсины, эти отравляющие вещества вредные к нам в кровоток и зашлаковывают наш организм. Ну и вот еще такой, значит, к этому тоже момент. Как я уже сказала, кожа, она помогает всем выделительным органам. И очень характерный запах людей, которые страдают запорами и дисбактериозом кишечника. Пот, резко пахнущий пот, это как раз первый признак того, что в кишечнике очень большой беспорядок. И при этом нужно тогда, конечно, заниматься ощущениями. А я вот тут при этом вспоминаю, во многих зарубежных кинокомедиях там обыгрываются ситуации, да, когда нам сели в самолет, дяденька снял туфли и все, значит, сидят, мучаются. Ну вот как раз и хочется сказать, что этому дяденьке нужно просто, да, вот заняться своим кишечником, его почистить. Ну и самый последний вопрос, который еще я хотела сегодняшнюю нашу тему, так сказать, включить, это биологически активные добавки, да, или вот пищевые добавки. Вопрос очень спорный, очень сложный, очень много дискуссий вокруг него. Одни, вот так сказать, приветствуют на ура эти добавки, другие говорят, что это вообще безобразие, нельзя их есть, там на них подсаживаешься и так далее. Я хочу сказать, что вот появились они впервые в Америке, да, американцы придумали, вот Гербалайк привезли к нам давно, это была первая компания. Вот, но она, конечно, так сказать, себя как-то немножко дискредитировала. Но самое главное, что мне понравилось, это идея. Идея пищевых добавок, я считаю, она абсолютно правильная. Ведь дело в том, что мы же говорим, что 20 зубов у нас предназначено для чего? Для травы, да, как вот едят жвачные животные. А у нас в рационе такого количества травы нету. И что получается? Значит, наше тело нуждается в каких-то там микроэлементах, веществах, да, которые должны были бы с этой травой к нам поступать. Они не поступают. И постепенно в организме накапливается что? Дефицит этих веществ, да. До какого-то уровня организм еще компенсирует этот дефицит. А потом, по мере того, как он продолжает нарастать, что начинается? Да симптомы появляются, болезни появляются. Почему работает трава лечения тысячелетиями? Да потому что вот эти целители, которые травами пользуются, да, они знают, что при таком-то заболевании вот такая-то травка помогает. Он начинает человеку давать эту травку, да, и организм насыщается этим элементом, дефицит уменьшается, заболевание уходит, человек выздоровел. Так если бы мы эту травку ели, да, регулярно, по мере необходимости, то у нас бы этого заболевания не было. Поэтому получается, что вот этот дефицит растительный, так сказать, пищи в нашем организме, он является причиной многих заболеваний человека на сегодня. А мы говорили, что список заболеваний растет как снежный ком, да, сегодня уже этот список два громадных тома таких толстых. Ну вот. И поэтому как раз именно вот это применение пищевых добавок, да, в виде вот этих вот таблеточек и капсулок, конечно, это не то же самое, что взять, да, сорвать там салатик в логороде и поесть. Это, конечно, большая разница. Я не говорю, что это может заменить нормальное питание, но дополнить недостающих компонентов может очень здорово. Вот. А тем более, что сегодня появились наши отечественные производители. В траволечении такой принцип известен, что человеку лучше помогают травки, которые растут в его родном регионе, да. Поэтому американцы пусть едят американские добавки, китайцы пусть едят китайские добавки, а у нас есть полно наших отечественных производителей, которые, ну вот в частности, я работаю с компанией ArtLife, они собирают свое сырье там в Сибири, где еще есть чистый регион, экологически чистый, да. Вот. И мне, в принципе, очень нравится их продукция. Я сама ем и своих пациентов многих лечу тоже этими добавочками. Именно с точки зрения как траволечения. И получаются очень хорошие при этом результаты. Вот. И в частности, например, вот беременным, да, вот сразу просто, чтобы на будущее иметь в виду, потому что, когда приходят мамочки беременные уже с большими сроками, начинаешь объяснять, и они так сразу, ах, если знать, да. Значит, когда женщина встает на учет в женской консультации, то очень многие врачи рекомендуют принимать беременные витамины. Какие? Которые в аптеке продаются. А их из чего сделали? Они все химические. Они все синтетические. И вот, в частности, витамин Е. Витамин Е я сама не знала. Раньше тоже рекомендовала беременным женщинам. Но, как говорится, не было конкуренции, не было информации. Вот эти красные горошки, которые продаются у нас в аптеке, это продукт перегонки нефти изначально. Но химическая формула подгоняется под витамин, но все равно источник сырье какое, да. Вот. А вот в этих пищевых добавках витамин Е – это экстракт из проростка пшеницы. Почувствуйте разницу, называется, да. Вот. Поэтому я и рекомендую беременным женщинам ни в коем случае не пользоваться вот этими синтетическими витаминами, а прибегать к каким-то, так сказать, природным источникам. Либо это можно травки сушить, да, травяные сборы, или покупать в аптеке витаминные сборы, или пользоваться вот такими вот пищевыми добавками. Там тоже в разных фирмах разные сборы витаминные все они, в общем-то, гораздо лучше, чем вот эта химия, которая продается в аптеке, к сожалению. Понятненько, да. Ну вот. Ну и тут такая последняя мысль. Мы все себя с животными, с растениями сравнивали, да. Тут вот вспомнились мне товарищи черви, которые, переваривая пищу, да, своими экспериментами, что создают? Бернацкий пишет, что почву, да, листики деревьев, они поглощают СО2, выделяют кислород. Ну, мы немножко похожи и на животных, и на червей, и на листики, на растения похожи. А вообще глобально-то человек зачем на землю пришел? Ну, мы не едим, чтобы жить, а живем, то есть, нет, наоборот, мы не живем, чтобы есть, а едим, чтобы жить. Так жить-то для чего мы живем? Чтобы творить. О, умничка, правильно. Человек-творец на земле, чтобы творить. Вот на этой ноте я хочу закончить наше сегодняшнее с вами встречу.